Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я была беременна, но на 22-й неделе, будучи на втором музее, обнаружили опухоль мозга моего ребенка. Прогноз был очень плохой, я сделал прерывание беременности. Чувствую себя виноватой, что загубила душу. Но душа уже знала, что она пройдет этот путь, что неизвестно будет родиться, почему мне выпало такое тяжелое время, и могу ли я это как-то искупить. Благодарю. Ну, смотрите, возможно, я со своей стороны отвечу несколько не так, как вам бы хотелось, потому что все-таки я придерживаюсь больше психологического взгляда на ситуацию. И в этом смысле, вот то, что вы описываете, а именно история связана с душой, вот, в этом смысле, конечно, вызывает определенные вопросы, потому что, ну, что такое душа, в данном случае, вот, откуда она могла и как она могла знать, что есть что-то простое пройти, да, то есть, ну, вот эти вопросы, они, в данном случае, остаются, скажем так, дискуссионными, эти вопросы, вот, и, на мой взгляд, вот, эти вопросы нужно, конечно, пока оставить за рамками, а вам, наверное, признать, что сейчас очень больно, что вы получили драму психологическую, вот, значит, ну, вот, к сожалению, большому, вы получили серьезную психологическую драму, вот, вот, и вам нужно с ней научиться сейчас как-то обращаться, вот, то есть, ну, научиться, 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 как-то вот жить в этом, да, для этого, конечно, крайне желательно, чтобы вы прожили свою боль, которая у вас есть боль потери, прожили и, возможно, двигались к тому, чтобы опустить не родившегося вашего ребенка, вот, как бы, да, не было тяжело и трудно для вас, вот, вот, и двигаться, двигаться, в сторону будет все, вот, интересным образом здесь у вас получается, то, что вы берете на себя ответственность за то, что произошло, то есть, ну, вы говорите, ну, это вот, моя вина, моя вина, говорите вы, я в этом виноват, вот, и это, значит, мне нужно искупить это. Ну, вообще, хочется вас, конечно же, спросить, а, как вы в этом виноваты, помимо, ну, помимо, вот, самого такого, может быть, может быть, очевидного, да, помимо самого очевидного, помимо самого очевидного, это то, то, что, вот, вы, ну, жили, да, а, как-то не так, вот, что вы действовали, как-то не так, вот, и так далее. То есть, вот, на это вот очень бы хотелось обратить ваше внимание, да, и поработать с чувством вины вместе, да, спрожить ее, и так далее, помочь, помочь вам ее прожить, да, чувство, чувство вины ваше, которое есть, и так далее. Так же, так же, а, слощенно, очевидно, что, по, потерять ребенка, для ребенка болезненно, и, крайне нужно, крайне важно увидеть, что потеряли, что потеряли, что потеряли, лично вы, в том, что, ваш ребенок, ну, вот, не боялся. А, опять же, опять же, помимо, помимо, помимо очевидного, помимо очевидного, что, каждый родитель, значит, болезненно переносит, когда теряет своего ребенка, это правда, это правда. но, нам нужно разбираться, какая история, лично у вас, что у вас за история, вот, чтобы, вот, помочь вам ее прошить, и, и, может быть, перенаправить, а, ну, ваши ресурсы, да, ваши силы, на, что-то другое. Вот. Сейчас вы фиксируетесь, вот, на вот этих, довольно, болезненных аспектах, вот, оно и понятно, а, вполне может быть, что, вам не с кем обсудить, то, что, произошло. Вот, не с кем поговорить, некому поплакать, а поплакать хочется. Вот. То есть, это все вполне такие, нормальные вещи, которые вы, как мне кажется, себе запрещают. Вот. Ну, понятно, что здесь могут быть, разные варианты, вот, это понятно. но, тем не менее, тем не менее, Вот, как-то да. Конечно, я вам, заболезну, я заболезну в вашей утрате, понимаю, что вам больно тяжело, и, ну, пытайтесь себе объяснить, да, почему так происходит, и так далее. То есть, бежите от боли, убегайте от нее. боли. Ну. Вот. Убегаю. От боли вы создаете себе ну вот, новые-новые конструкции. вот, которые, просто-напросто, могут тянуть вас назад и все больше и больше отдалять вас от реальной жизни, а мы хотим, чтобы вы все-таки вернулись, да, вернулись, значит, ну, привычно для себя, привычный для себя русло. Да, естественно, вопрос, насколько это привычное русло будет, то, что вы поменялись, да, то, что вы изменились в результате такого опыта, это факт, и эти изменения, конечно, не будут на вас оказываться влияния, вот, и влияние весьма серьезное, существенное, вот, но тем не менее. Поэтому задача психолога заключается не в том, чтобы вы старались искупить, вот, свою вину, которая еще непонятно в чем. А чтобы научить вас, чтобы адаптировать вас к тому, что произошло. Да, это произошло, это случилось, это больно. Вот. Вы будете проживать, вы отпустите своего ребенка, вот, вы сможете жить дальше. Но, опять же, это только вам решать то, в какую сторону, в каком направлении вы будете двигаться здесь. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи! Обращайтесь!